Привет, привет! Всем привет! Добро пожаловать на канал Ксения Тельвий АСМА! Приятного просмотра! Добрый вечер! Добро пожаловать ко мне в гости! Я знаю, что у вас есть очень такое ответственное событие, да? В ближайшие несколько часов, и мне сказали, что надо вам сделать такой срочный макияж Так вот, немножечко вас еще поверну, так вот, чтобы вы тоже меня так хорошо видели И тогда у нас будет такой визуальный контакт Вы смотрите на меня, я смотрю на вас И вот мне сказали, что у вас срочное такое событие, и вам надо хорошо выглядеть, да? Ну, бывает иногда, какие-то интервью, да, люди дают или что-то Я, конечно, небольшой специалист в макияже, но я постараюсь вам сегодня помочь Сделать такой небольшой натуральный макияж, который будет вам хорошо для вашего интервью Как раз, да, будете выглядеть так опрятно, красиво и достаточно невызывающе, как я понимаю, да? Да-да-да Я так и подумала, что вы хотите что-то более нейтральное, чтобы это не сильно вызывающе выглядело Я сначала, с вашего позволения, немножечко себя тоже припудрую, а то день у нас у всех был сегодня длинный И как-то надо Тоже я хочу делать вас красивой, но в то же время я хочу, чтобы и вы на меня смотрели на красивую И не видели какой-то жирный блеск, который я до этого салфеточкой лицом, конечно же, промокнула Но все равно, знаете, остается Надо немножечко припудрить, чтобы не блестело, потому что я сама не люблю, когда у людей лоб блестит И не люблю, когда на мне это видно, да, по-моему, так хорошо И с вашего позволения тоже вот этим вот чуси-шекером накрашу немножечко губы Это такая, может быть, вы знаете, это, конечно, вам сейчас не подойдет, потому что вам надо будет что-то такое, что будет более стойкое, да, и в то же время более нейтральное То есть, чтобы вам не надо было вот помаду постоянно подправлять, чтобы вам хватило, да, на время вашего интервью И, может быть, вы захотите еще попить или что-то, чтобы помада не сошла Это просто больше такое, знаете, масло легкое, увлажняющее немножечко с цветом Это пигмент и масло, надо его смешивать вот так вот хорошенько И потом мы вот таким образом наносим на голую Ну, знаете, можно и по старинке Я сейчас смотрю, извините, не на вас, а на себя, чтобы ровно вот так вот нанести Очень мне нравится эта идея Хватает его ненадолго в таком красивом, блестящем состоянии, но зато очень хорошо, на мой взгляд, оно на губы влияет Да, остается потом пигмент Ну, давайте начнем Начнем мы, наверное, с того, что сделаем вам немножечко нанесем крем для лица Да, и... А, вы уже сделали Уже... Да, ну так давайте, если у вас уже крем есть, немножечко промокнем салфеткой ваше лицо, да Вот такой вот салфеточкой, просто чтобы убрать излишки крема Потому что я думала, это просто у вас лицо блестит от того, что кожа выделила кожный жир, да А если вы уже нанесли крем, то мы лучше не будем ее очищать лишний раз Потому что я считаю, что все-таки, ну, не надо лицо мыть по 15 раз в день А хватает утром и вечером И перед макияжем все-таки надо немножечко промокнуть Ну, давайте Так Давайте немножечко еще подпахнуть А вот так вот прямо Тут еще чуть-чуть осталось И крылья носа тоже И крылья носа тоже, да Так, все Вот сейчас я вижу, прям замечательно выглядеть Так, давайте, у меня есть вот такая вот, я думаю, ваша, вот судя так, я смотрю на ваше лицо Я думаю, что я возьму такую среднего покрытия тональную основу Но буду наносить кисточкой, которая, знаете, так очень ее хорошо наносит То есть, да, чтобы оно Да-да, потому что я вижу, у вас вот здесь есть такие Сухие участки, я думаю, как раз будет хорошо вот Такое вот среднее покрытие, но вот кистью, которая его поплотнее нанесет Так, давайте посмотрим, что у нас здесь есть Вот у меня есть здесь такой замечательный тональный крем от Lancome Тентидон Ультра Вообще очень рекомендую для жирной смешанной кожи Он просто потрясающе работает Вот обратите свое внимание Даже как для своего повседневного использования Он, правда, очень хорошо-хорошо наносится Очень прям вот от всей души рекомендую Не надо быть никаким профессионалом, чтобы буквально за пару минут так, знаете, раз И всподрился, и выглядишь уже иначе Нанес его быстренько, слегка припудрил И у него такое как раз покрытие среднее И него хватает для жирной кожи прямо на целый день И даже если у вас есть где-то какие-то вокруг, может быть, рта или на щеках Где-то сухие участки, он их не пересушивает Поэтому очень-очень вам рекомендую именно вот это вот средство Оно прямо идеальное Давайте теперь мы его будем с вами наносить Посмотрим, может, у меня тут нет Эти уже слишком Да, это тоже не подходит Да, я думала вот эти взять Может быть, какое-то отрывло Но нет, все-таки, наверное, они будут слишком тяжелые для интервью Там же, наверное, будут камеры, да Все-таки вас будут снимать тоже И думаю, что они будут слишком вам вбеливать лицо А вот это вот просто в самый раз Поэтому давайте Я сначала наношу все тональные основы У меня здесь вот такое зеркальце Я на него всегда вдавливаю, как на палитру И потом уже с него буду наносить на ваше лицо Так что давайте с вашего позволения начнем Да, вот это наш клей Вот я немножко тут выдавила Так, сейчас кисточкой немножечко его смешаю Так, лишнее Лишнее взяла слегка Так протру И давайте начнем, наверное Я начну вот здесь вот Да, вот тут Знаете, начну Вот с центра носа, с центра лица Да, и буду распределять вот так щекам Поэтому давайте вот Начнем вот так вот Вот так Надеюсь, вам не сильно она Эта кисточка Ну, как сказать, щекотит вас Да, надеюсь, она достаточно мягкая Потому что Правда, она достаточно мягкая Она Всем поближе немножко к вам подойду Да, вот так Вот так, вот так, вот так Сейчас немного проще Может быть вот этой вот Давайте посмотрим Нет, этой все-таки неудобно Этой буду наносить Давайте вот здесь Вот так вот, хорошо Теперь давайте поближе вот так к носу вашему Перейдем к носу Теперь лобик Лобик вот так вот хорошенько Нам надо Так-так-так-так-так Так Здесь вот еще где щечки Замечательно Теперь подбородок немножко еще Так Такими, знаете, движениями вбивающими делаю Чтобы он подольше у вас Этот крем остался на лице Давайте теперь с этой стороны Немножко еще Она вот так Чуть-чуть-чуть-чуть-чуть Теперь закройте, пожалуйста, глазки Я вам навеки нанесу Тоже немножко тональной основы Вот эта именно тональная основа Она подходит, чтобы навеки нанести Потому что обычно мы используем консильный Но я вижу, что у вас Так я на вас смотрю Вижу, что у вас нет никаких проблем под глазами Или что-то такое Вам совершенно не нужно Ничего Лишнего наносить Поэтому немножечко Как базу Для теней Я вам нанесу сейчас Тональную основу И Да Закройте, пожалуйста, глазки Будем наносить на глазки Так Так А теперь на второй глаз Можете этот открыть, если хотите Если вам интересно смотреть, что я делаю Можете открыть этот глаз Так Вот этот закройте теперь еще раз А то можете открыть Вот так вот Замечательно Ой, вам немножко попало Глаза я вижу Давайте вот так слегка Протрем излишки Вот так Нет, еще чуть-чуть попало Да Ну, как я сказала Я небольшой Такой, знаете, специалист Поэтому могут быть разные накладки Прошу прощения заранее Но сейчас давайте Немножечко подождем Я вижу Тон начинает так усаживаться Уже потихонечку Прямо и выглядит замечательно Прямо мне очень нравится Вот я смотрю на вас Ваш прямо цвет И там мы с вами Похожего тона кожи Поэтому вот прям Я сразу увидела Да Еще пока ваш твой подсыхает У меня, смотрите, сегодня Так вот собраны волосы Как-то Мне показалось Раз ко мне приходит уже человек Чтобы сделать макияж Надо как-то быть более прибранной Чтобы мои волосы Знаете, не лезли к вам В лицо Когда я вот так приближаюсь Да, чтобы вам было просто Приятно Да Вам бы все равно не мешало Но, знаете, каждый смотрит Со своей стороны Мне казалось бы Что это как-то Нельзя знать С каким человеком Ты будешь общаться И будут им мешать твои волосы Или не будут мешать твои волосы Я просто заранее решила Ну, по-моему, эта прическа Она вообще такая Очень деликатная И очень многим подходит Я не думаю, что Да, она как-то портит кого-то И, по-моему, наоборот Очень подчеркивает шею И украшения очень хорошо Тогда видны И вообще на лето Очень приятно Вот Но я вижу у вас так Да Вот здесь Ну-ка Да Я вижу у вас прям Подсохло уже так Хорошо Села Тонально Основа на вас Знаете Прямо она вам Идеально-идеально подошла Прямо я смотрю И очень красиво Да Давайте теперь мы Что мы будем делать Мы возьмем Большую-большую Такую пушистую кисточку Вот такую Для пудры она у меня Протрем ее слегка В салфетку И, наверное, вам я не буду Наносить вот такую вот Пудру, как я наношу себе Которая с таким покрытием Более плотным Она еще сияющая Я думаю, что это плотное покрытие Оно будет не очень хорошо Смотриться на камере Слишком, знаете, будет Как маска Поэтому давайте Возьмем вот эту Прозрачную пудру От Ревлон Я ее тоже очень люблю И она как раз Знаете, добавит Чуть-чуть матовости Потому что Я вижу, как на вас Тональная основа села Это просто потрясающе Да Я бы даже пудру не использовала Так как Вы идете на съемку Все-таки хочется Дополнительную Какую-то, знаете Гарантию стойкости И отсутствие блеска Поэтому давайте Вот эту пудру Мы с вами будем сейчас Использовать Вот такая у меня есть Кисточка Это кисточка для пудры От Эко-тулс Да Эко-тулс Такая Достаточно большая Достаточно такая Пушистая Приятная Давайте Сейчас пудру Стряхаем Излишки Вот так она Видите Выглядит Я всегда Немножечко Вот сюда Высыпаю И потом уже Начинаю Прямо отсюда Вы знаете Закройте Глазки Тогда я смогу Сразу пройти По всему лицу Чтобы вам Ничего в глаза Опять не попало Потому что Да, как в прошлый раз Это немножко Неприятно Я думаю было Да Ну давайте Закрывайте глаза Будем пудру наносить Вот так С одной стороны Нет Не подглядывайте А то опять попадет В глаза что-то Вот так С одной стороны Посередине Давайте носик Нет Еще не открывайте глаза Рано Рано Лобик Вот так Вот да Здесь Немножко еще Вот так Вот так Вот так Вот здесь Здесь Вот здесь Вот еще чуть-чуть Уже можно глаза открыть Да, ничего страшного Потому что мы уже Подобрались к другим Частям вашего лица Вот так вот сейчас Под глазками Под глазками Вот так И подбородок Подбородок Нижнюю часть Вот здесь Закройте опять глазки Немножко Мы еще немножко Вот так их Тут было вообще Хорошо Так Все Вот прям смотрю Сейчас я вижу Просто идеально Все у нас вышло Давайте Пудру Чтобы она не рассыпалась Закрою У меня очень часто Бывают инциденты Что пудра Рассыпается И просто Все вокруг В пудре Клиент в пудре Я сама В пудре И это очень неприятно Но Зато Рассыпчатая пудра Есть у нее Свои На мой взгляд Преимущества Она намного лучше Обладает Абсорбирующим Эффектом То есть Вот в этих На Т-зоне Особенно Всегда Я вам советую Наносить именно Рассыпчатую пудру Потому что Она на мой взгляд Намного лучше Абсорбирует И держит Вот этот Наш излишний жир Получается Да Не Как будто Вот такой блин Жирный А Как будто Вот эта пудра Она знаете Как салфеточку Мы прокладываем Да Когда у нас Что-то такое жирное Приготовилось Вот то же самое Я чувствую с этой пудрой Она как бы Как салфетка Которая вот этот жир В себе держит И не дает нашему лицу Плохо выглядеть Давайте Кисточки Которые мы наносили Здесь вам Пудру И Все остальное Положим на место С вашего разрешения Попью немножко чая У меня сегодня Зеленый чай С жасмином У меня как раз Приезжал Гость Не так давно Мы с ним Вот Тоже Чай пили И он выбрал Вот этот вот Зеленый чай С Жасмином И я решила Сейчас вам покажу Тоже Вот такое Такое совсем Знаете Ближневосточное Ближневосточное Я решила тоже себе После его ухода Заварить Потому что Я пила до этого Черный чай И потом думаю Что-то мне тоже Как-то захотелось Зелененького чая С жасмином Так что вот Заварила И теперь пью Вам к сожалению Сейчас не могу предложить Потому что Потом Когда мы закончим Если вы захотите Я вам сделаю Холодный Зеленый чай С трубочкой Вы попьете Зеленый чай Холодный У нас на Ближнем Востоке Просто потрясающе Пьется Так что Давайте Следующий наш Этап Наверное Бровки Да Сделаем Сделаем брови Я вот сейчас Смотрю на ваши Вы обычно Чем брови делаете Брови Корректируете А чем придется Да Ну да Я тоже иногда Вот чем придется Тем и Все на брови Мы даже С одной приятельницей Смеемся Что я ей часто говорю Что все тени Что я покупаю Которые немного подходят Под коричневый цвет Как-то Есть намек на коричневый Я его сразу На брови Да Мы так же Наверное Мы многие Так же Хочется Найти что-то Новое Интересное Ну давайте Что же мы Возьмем Давайте Наверное Возьмем Раз Вы говорите Что вы как Пятер Все на брови То возьмем У меня есть Вот такой Вот Израильская Марка Джейл Вот такой Вот есть Комплект Для бровей Я думаю Вам Я смотрю У вас волосы Посветлее Чем у меня Такие Достаточно Ближе к светло-руссам Даже я думаю Вам вот этот Вот цвет Подойдет Так как у вас Они Вот больше уходят У меня кисточка Отсюда упала Да Они у вас Больше Безрыжены Совсем Поэтому вот Пшеничный Такой оттенок Это вот Я думаю Как раз Да Ваш случай Давайте Сейчас я Возьму Свою Кисточку Для Вот такая У меня Есть Мне кажется Это для Ваших Бровей Будет Мне кажется Это больше Для моих Вам надо Немножечко Потоньше Может быть Я посмотрю Сейчас Да У меня Есть Типа Тоньше Это вот Какая Где она Вот она Это вот Какая Большая Типа Тоньше Это ближе К тому Что было Здесь В комплекте Так что Эту В сторону Это больше Для моих Крупных Бровей Для ваших У вас В общем Черты лица Так поменьше Чем у меня Да Поэтому Более Тонкая Кисть Вам подойдет Давайте Здесь У меня Средственно Давайте Я буду Поближе Чуть к вам Вот так вот Сяду Надеюсь Это вам Не сильно Будет мешать Что у нас С вами Такой Близкий Контакт Получается Ну так Это А вы Да Привыкли Вам Часто Делают Макияж А что Вы говорите Первый раз А я думала Что вы Человек Который Часто Снимается Участвует Первый раз Вас пригласили Ой Как интересно Ну тогда Я надеюсь Я вам Не буду В неудобное Положение Ставить Я вот так Прям Нос к носу С вами Сижу Ну я Постаралась Чтобы вам Было максимально Комфортно Волосы Собрала Лицо Так Припудрила Чтобы вас Ничего не раздражало И не отталкивало Да Спасибо большое Я рада Что вам Понравилось Я так Прилично Выгляжу Так Давайте Начнем Значит Бровки Я думаю Вот сначала Да Вот с этой Начнем Да Вот так Так Вот я подальше Отодвинусь А то я Так близко Что я даже И не вижу Так Еще чуть-чуть Здесь Замечательно Класс Вот прям Очень красиво Вам так Да Да Не надо толще Да Вас вот так устраивает Замечательно Мне вот тоже кажется Что вам Я издалека Смотрю Прям Не надо Не больше Не меньше Прям вот Теперь давайте Вторую Так же Вторую Вот замечательно Прям смотрите С первого раза Вышло Да Я вот сейчас Вижу Просто идеально Быстренько Так мы с бровями С вами Справились Только мы сейчас Еще их Да Причешем Гелем Обработаем Чтобы они Держались У вас Я вижу У вас Тоже Как у меня Там Не особо Надо подрисовывать Потому что Очень густые Брови Давайте Причешем Немножко Вот так Вот Где моя Расчесочка Еще чуть-чуть Еще чуть-чуть Еще чуть-чуть Еще чуть-чуть Вот так Да Очень красиво Прям в точку Я попала Так С бровями Закончили Кисточки Мы на место На место Это тоже Все Всегда я Раскладываю По местам Сразу Чтобы знаете Не было Этого Тональной основы Тоже на место Не было Этого художественного Беспорядка Потому что Все-таки Он мешает Слегка Мне он мешает Так Что у нас С вами дальше Мы будем делать Давайте Знаете Смотрю на ваше лицо И думаю Немножечко Мы вам сделаем Все-таки Контур Наверное Потому что У вас такое Лицо Слишком Такое Круглое Красивое По славянскому типу Я думаю Немножечко Надо ему Придать Более заостренную Такую форму Чтобы как-то Просто Для Телевидения Было Более Подходящее Я возьму Вот это Вот средство В общем Это бронзер Но его Можно использовать Как контурирующее Средство Оно очень Хорошо Подходит Вот такой Вот эта Фирма Катрис Тоже Совсем Недорогое Но очень Подходящее Оно у меня Уже очень Очень Давно Цвет 030 Medium Bronze У меня Есть такая Потрясающая Потрясающая Кисточка Сейчас я ее Достану Прям вот Знаете Даже человек Который никогда Не делал Контурирование Он прям Вот сможет Знаете Точно Ей нарисовать Просто Точно найти То место Где нужно И сделать Я думаю Что мы вам Сделаем Вот так Я смотрю На ваше лицо Только на щечках Носик Ничего больше Делать не будем Потому что У вас нет Никакой нужды Перегружать лицо Какими-то Четкими линиями Только немножечко Немножечко Сделаем щечки И все Вот такая у меня Кисть Тоже израильская Фирма Caroline Вот так она Выглядит Смотрите Какая красивая Просто Она просто Гениальна Для того Чтобы делать Вот эти вот Просто И тут даже Можно И где хотите Можно Здесь Смотрите Тоже Если надо Подчеркнуть Эту линию Тоже Она ложится Просто гениальна Поэтому Да Давайте Вот это средство Наберем его И будем Сейчас вас Рисовать Так Немножко Давайте я опять Поближе к вам Сяду И Давайте Начнем Так Еще чуть-чуть Замечательно Давайте теперь Еще чуть-чуть Я наберу И с другой стороны Вам тоже Так же Сделаем Давайте Вот здесь Так Вот так Чуть-чуть Буквально Все Достаточно Теперь Слегка Еще пройдемся Кисточкой Для пудры Чтобы знаете Немножечко Подтушевать Это дело И чтобы было Вообще Идеально Давайте Вот так Вот так Вот так Вот так Класс Все Так Эту кисточку Назад Прямо Я вижу Вот ваше лицо Мне чем-то Напоминает Мое Только Немножечко На такое Да Более Миниатюрное Прям вот Я делаю Как себе Вижу Просто потрясающе Все это идет Давайте теперь Румяна Давайте Расскажите В какой Гамме Вы будете Сегодня одеты В розовое Что-то красное В какую сторону Какой-то Терракотовый Или оранжевый Куда уходит Ваш наряд Сегодняшний Как интересно Бирюзовое Бирюзовое Платье У вас Сегодня будет Ну Вы знаете Я думаю Что к бирюзовому Платью Чтобы это было Так деликатно Смотрелось Мы возьмем Что-то такое Пыльно-розовое То есть Не ярко-розовое Такое Знаете Уходящее Да Вы поняли У меня Вот здесь Есть несколько Помад Которые Могут Вам подойти Которые Такие Пыльные Розовые Разные Стойкие Нет Это не она Ну В общем Мы сейчас С вами Все это Подберем Просто Я хочу Понять Для начала Какими Румяными Мы с вами Будем Пользоваться Чтобы потом Уже Где мои Пыльные Розовые Помады Единственное Очень люблю Помады От Ланком Рушин Лав Но у них Нету Обозначение Цвета Здесь Я сама Нарисовала Но все равно Это не очень Хорошо Видно Какой это Цвет И трудно Очень ориентироваться И понять Где же Прячется Пыльная Моя роза У меня есть Потрясающая Я случайно Включила Лишний Свет Давайте Он нам Будет мешать Выключим У меня есть Одна Просто Потрясающая Помада Где же Она Где же Она Прячется Просто Потрясающая Пыльная Розовая Надо было Начать По порядку Смотреть Они вот так В разброс Как я пошла Так Это по-моему Какая-то Это яркая Очень коричневая Это нам не нужно Сейчас Это оранжевая А ты же Пыльная Роза Странно Куда она Пропала Это тоже Красивая Но это Сейчас Не то Что нам Нужно Может быть Это она Нет Это не она Куда она Странно Я вроде бы Уже Все помады Посмотрела А ее Нету Неужели Кто-то у меня Ее Прихватил С клиентов А Представляете Кто-то Видимо Прихватил Проходя Нет Вот она Нашлась Вот она Достаточно Темная Нет Все-таки Нам она Не подойдет Я уже думала Кто-то из клиентов У меня Прихватил Эту помаду Вот Вот Это Вот Это Наша Помада Как вам Показать Другое место Нанесу Это Наш Цвет Смотрите Какая Потрясающая Вот Этот Мы будем С вами Сегодня Использовать Это Russian Love Номер 300 М Вот Так Она Выглядит Так Уже Знаете Кажется Что Кто-то Поставлю Здесь К вам Поближе Чтобы Не Забыть Так Раз Мы С вами Говорим О Пыльно Розовом Давайте Возьмем Вот Эти Наверное Румяна Нет Эти Слишком А Вот Они Вторые Которые Кстати У меня Есть Еще Вот Такая Помада Она Стойкая Вот Это Russian Love Который От Ланком Я вам Показывала Она Тоже Достаточно Стойкая Но Она Съедается Со временем У нее Остается Как бы Такой Пигмент А Вот Эта Она Вообще Просто Неубиваемая Это Совсем Бюджетная Golden Rose Номер 10 Она Такая Таупово Розовая Но Это Дело С ней В том Что Она Реально Не Для Каждого Она Такой Легкий Грейш Все Так Она Такая Более Вот Это Более Она Может На Камере Смотреться Реально Слишком Ну Не сказать Мертвецкая Слишком Такой Необычной Мы Не хотим Чтобы Выглядели Необычно Мы Хотим Вам Придать Такой Наоборот Вид Максимально Располагающего К себе Адекватного Человека Не вызывающего А Эта Помада Все Таки Она Для Провокации Она Больше Такая Говорящая Так что Давайте Вот эти Румяна Мы Сегодня С вами Нанесем Они Как раз Тоже Вот Такие Вот Красивые Вот Как Они Выглядят Вот Они Здесь У Меня Я Вам Нанесу Здесь Покажу Рядом Вот Они Здесь У Меня Видите Они Такие Розовато Розовато Пыльные С Приятным Таким Золотистым Отцветом Мне кажется Это Будет Да Очень Очень Хорошо Я Смотрю Сейчас На Ваш Тип Лица И На Ваш У вас Такой Теплый Тоже Цвет Волос Хоть И Не Уходит В Рыжу Но Все Теплый Пшеничный Цвет Я Такие Салфеточки Всегда Использую Протираем Руки Перед Тем Как Начинаю Работать Или Потом То Что Я Рисовала Когда Подбирала Цвета Тоже Протираю Обычные Детские Салфетки Ничего Так Давайте Начнем Приступим К румянам Наверное Такие Большая Я люблю Наносить Румяна Совсем Небольшими Кистями Поэтому Вот Такой Вот Возьму Видите Она Малютка Это у Реал Техник С Сеттинг Блаж Называется Она Реально Небольшая И Вот Ей Как Раз Я Думаю На Ваши Щечки Да Вот Тут Прямо Замечательно Давайте Начнем Да Наши Румяна Где Они Открываются На Секунду Засмотрелась На Ваши Такие Красивые У вас Скулы Уже Румяна Это не с той стороны Открываю Давайте Вот так Я к вам Опять Немножечко Поближе Сяду И кисточкой Наберу Румяна И Давайте Вот Сначала Здесь На эту Щечку Нанесем Вот так Так А теперь Давайте С другой стороны На другую Щечку Вот так Вот так Вот Прям хорошо Так они Подчеркивают Ваш Тон Кожи Прямо Я смотрю Еще чуть Вот здесь Вот так Так Ну-ка Посмотрите Мне в глаза Так Да Чтобы я могла Да Задмечательно Больше даже Я вам скажу И не надо Ничего Прям потрясающе Получилось Я вообще С вами Как-то работаю Получаю Массу удовольствия Прямо Все идет Идеально А я еще думала Что я Знаете Начинающий И так Боялась Потому что Ну Я не каждый день Делаю макияжи И как бы Сложно Когда ты не каждый день Этим занимаешься А вот с вами Прямо Да Мне так приятно Работать Я надеюсь Вам тоже Со мной Приятно Находиться И вы И вы не испытываете Какого-то чувства Дискомфорта Да Спасибо большое Я очень рада Что вам нравится Так Давайте немножечко Теперь Чтобы вы не были Совсем уже Таким бледным человеком Потому что я вижу У вас тон кожи Прямо как у меня На камере Вы будете еще светлее Мы немножечко Вам добавим Бронзера Немножко У меня есть совсем светлый Такой очень-очень Деликатный Просто слегка Да Пройдемся По каким-то частям Вашего Даже по лицу Не будем А немножечко Добавим вам На ключицы Может быть Вот здесь Где лобик Да Потому что Нам все равно Придется Подсветить Подсветить вам Скулы Потому что Мне кажется Что для видеосъемки Так будет Лучше Выделить у вас Очень красивые Как раз Эти части Поэтому Немножко бронзера Немножко блеска Немножко всего И в конце Получится Красиво и деликатно Как говорится Натуральный макияж Это два часа работы Давайте Вот такой Вот у меня есть Бронзер Вот он так выглядит Вот здесь Если вы хотите Посмотреть на будущее Его номер Да И вот такая вот Кисточка Я купила Специально для бронзера Она такая большая Это тоже Недорогая От Essence Bronzing Brush Называется Вот так она выглядит Так что Давайте 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 Буквально Чуть-чуть На лобик И немножко На шейку Давайте Приступим Так Это нам Больше не нужно Это мы открываем Смотрите Какой он красивый Он даже Слегка блестит Чуточку Самую Так Открыли Так я наберу Ну теперь давайте Вот На лобик Вот так На лобик Немножко Так Да Вот здесь Еще чуть-чуть С этой Вот так С этой стороны Немножко Давайте Теперь На шейку Вот так Вот здесь Поближе Пододвинусь А то далеко Совсем сижу Вот так Даже Это ваше Не дотягиваюсь И вот здесь Чуть-чуть Еще где Ключица Тоже Вот так Вообще Потрясающе О Вы прямо Сразу Расцвели Я вижу Прямо Замечательно Да Очень Красивая Вы вообще Очень такой Красивый Приятный Человек Очень приятно С вами Работать А так Вот Немножко Пару штрихов Макияжа Добавил И вы просто Потрясающе Выглядите Так С вашего позволения Я знаю Что вы тоже Хотите пить Но мы не можем Сейчас надо Закончить Макияж Потерпите Еще буквально Пару минут И мы Заканчиваем Так Тени Вы говорите Да Вам не нужно Вы хотите Только подвести Глаза Карандашом Угу Угу Ну да Я вижу Я тоже Редко пользуюсь Цель Потому что У меня тоже Очень большие глаза Поэтому Видите Я чаще Подвожу Просто Небольшие Такие стрелки Чтобы и то Не Жидкой подводкой Просто карандашом Чтобы это не было Слишком графично Мне кажется Вот вам тоже Подойдет Максимум Мы немножечко Еще сделаем Блеска Вам под бровь Чтобы было Вот просто Да Замечательно Давайте Какой цвет Мы возьмем Ну раз Вы сказали Что вы будете Бирюзовым Давайте Ваш Бирюзовый Такой вот Цвет Платье Да Подчеркнем Бирюзовым Карандашом Да У вас глаза Похожий на меня Цвет Немножечко Посирее Но все равно Мне кажется Этот цвет Будет вам Очень хорошо Вот я сейчас Смотрю Прямо Да Знаете Он какой Вот Потрясающе Красивый Вот такой Вот Это тоже Недорогой Карандаш От Essence 17 номер Вы не думайте Я пользуюсь Вот очень много Бюджетной косметикой Не потому что Мне для вас Жалка А потому что Реально Она Эти продукты Очень хорошие Я пользуюсь Ими очень часто Потому что Они правда Прямо Великолепные Зачем же я Карандаш На место положила Давайте Закройте сейчас Глазки Я буду вам Рисовать Потихонечку Такие Знаете Тонкие Тонкие Стрелочки Да Давайте Так вот Приближусь К вам Поближе Сяду Так Так Одна Так Теперь вторая Давайте На второй глаз Вот так вот Так вот Теперь закройте глаза Закройте 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 Совсем Так вот Кончик Дорисую И на втором глазу Тоже кончик Так Ну-ка Посмотрите На меня Да Вот Ну вообще Вот здесь Еще чуточку 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 О Все Да Мы готовы Со стрелками Мы готовы Это в сторону Так что нам Еще осталось Нам осталось Нанести туш Так Дайте я посмотрю У вас ресницы Немножечко Не такие густые Как у меня Но тогда вот Этот туш Вам подойдет Потому что у меня Сегодня туш От Lancome Вот это вот Новая их Да У меня вот такая Кисточка Вот такая вот Но она Классическая туш От Lancome Знаете Она 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 Не дает Такого Уж Сногсшибательного Эффекта Она такая Достаточно Повседневная А вам Я думаю Если вот мы Тени не делали А только сделали Подводку И сделали Такие Прямо вообще Сногсшибательные Большие ресницы Я думаю Это будет Вообще Супер Классно И тогда Можно о других Вещах Уже не заботиться Просто Если есть Потрясающие ресницы Можно вообще Больше ни о чем Не думать Ни о каких Других частях Макияжа Составляющих Макияжа У нее Видите Вот такая Вот вообще Маленькая Маленькая Кисточка Но она Делает Потрясающую Работу Мы возьмем Коричневую Чтобы Знаете Сделать Очень вам Интенсивные Ресницы Но в то же время Чтобы они Не были Такие Графично Черные Мне кажется Это будет Такой Знаете Двойной Эффект Потому что Когда Иногда Используешь Слишком Черную Тушь То Получается Вот эти Большие Ресницы Они выглядят Как накладные Мы хотим Чтобы У нас Больше Был эффект Такой Натуральных Ресниц Но Больших Поэтому Вы понимаете О чем я говорю Я хочу избежать Вот этого Эффекта Когда Тушь Дает Прямо Как будто Вы наклеили Ресницы Мы хотим Чтобы было Видно Как будто У вас Свои Такие Ресницы Поэтому Поэтому Вот эту Тушь Я Сейчас Буду На вас Хотела Сказать Пробовать Нет Я ее Прекрасно Уже Буду На вас Ее Да Использовать Давайте Я вот так Опять Закройте Давайте Глаз Вот так Закройте И давайте Одно Так Так Сверху Снизу Ну-ка Откройте Теперь Вот так Теперь Почешем Верхний Ресниц От корней Вы знаете Вот эта вот Тушь Вот с этой кисточкой Тоненькой Ее вся Фишка в том Что вы должны Прямо от корней Прочесывать Кончиком Тогда Самая большая Масса туши Она останется На корнях А потом Кончиком Она уже Как бы Да Она их как бы Вытянет Потому что Если мы сразу Налепим на кончики Получится Такой эффект Как будто Лапки паука У вас на кончиках Поэтому давайте Вот так Вот так Вот так Нижние Реснички Теперь Так Нижние Так На другом глазу Теперь нижние Сюда Еще чуть-чуть Я вам сделаю Два слоя Так Теперь откройте Пошире глаза Верхние Еще раз Мы еще верхние ресницы Прокрасим С верхней стороны Их тоже Второй глазик Так 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 Смотрите Смотрите Наверх Теперь давайте Глаз закройте Я сделаю вам Как бы По верху Еще Прокрашу Чтобы было Еще лучше Вот так Замечательно Теперь чуть-чуть Еще подкручу Потому что Надо не забывать Подкручивать Ресницы Это тоже Замечательно Это делает Я не пользуюсь Вот этой вот Страшной штукой Для подкручивания Ресниц Я ее Я ее сама Дико боюсь И никогда Даже не использую Ни на себе Ни на клиентах Давайте Второй глаз И подкрутим И подкрутим Так Все О Просто великолепно Сегодня Я думаю Вы всех На повал На повал Пьете Сразите Теперь давайте Такой окончательный Штрих Небольшой До того Как мы уже Помаду И все Мы используем Немножечко Метеоритов Для сияния Но Правда Совсем чуть-чуть Я обычно Наношу Сама себе Метеориты Ой Они потрясающие Они так пахнут Фиалкой Это просто великолепно Я думаю Ой Это великолепный Запах Понюхайте Что скажете Да Правда Они великолепны Такой аромат Ни с чем Несравнимый Да Я вам нанесу Их специальная кисточка У меня есть специальная кисть Для метеоритов Но я вам не буду Наносить как себе Я всегда наношу На все лицо Я вам сделаю Только немножечко Сюда Немножечко сюда Не хочу вам слишком Высвечивать лицо Мы сделаем Да Немножечко подворки Немножко насколы Вам Я вижу Да Будет прямо Замечательно Так что Давайте Метеориты Наши На кисточку Вот так наберу Так это нам Больше не нужно И вот так вам Давайте насколы Немножко Так Очень деликатно Совсем капельку Капельку Да 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 И На вторую Чуть-чуть тоже Так Так И теперь чуточку Еще вот Под бровки Давайте Вот так Поближе Такого материала Такого материала Типа бархат И он цепляет На себя Все 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 Но это вот Минусы Вот этих вот Люксовых Упаковок Вроде бы Они хотят И сделать Совсем уже Люксовыми С другой стороны Они как бы Цепляют на себя Все Что не надо На себя цеплять Давайте Еще раз Насладимся Ароматом Смотрите Какая прелесть И Уберем их На место Потому что Это такой Цепучий продукт Потом За этими шариками Надо Гоняться По всему По всей комнате Так Ну как я понимаю Нам осталось С вами Только помадку Нанести И это все Да Потом Мы с вами Еще выберем Парфюм Я думаю Вам надо Что-то такое Не сильно тяжелое И Да Так Мы готовы Как раз Вот эта пыльная Розовая помада Как я говорила Это у нас 300М Да Lancome Rouge and Love Давайте Вот так теперь Губки Вот так сделайте И я вам буду Вот так вот Поближе сяду Буду вам Губки красить Давайте Вот так 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 С этой помадой Даже карандаш Не обязательно Использовать Потому что Она знаете Такая Очень четкая И она Никуда Не растекается Еще чуть-чуть Вот здесь Вот здесь Вот тут Так вот Так Все Я вам эту помадку Дам даже с собой Если у вас что-то Подтечет Или что-то Вы захотите поправить Вы просто Знаете Возьмете Пальчиком Помаду И вот Чуть-чуть Ее вот так Вот Чтобы не намазывать Слои А вот буквально Если вам надо Добавить цвет Будет Вы поели Или попили У вас Вот здесь Потому что Она в общем Не сходит Но если у вас Вот здесь Терлась И вам надо Продолжить работу Перед камерой Вы просто берете И пальчиком Ее вот так Деликатно Вбиваете Потому что Если ее сделать Несколько слоев Вот я вам Ее вот здесь Ставлю Вы возьмете Если вам сделать Несколько слоев Это просто будет Уже некрасиво Оно будет Знаете Так отславиваться И мы не хотим Этого Мы хотим Просто Немножечко Вернуть цвет Да Если после воды Или после еды Давайте выберем Парфюм Теперь Духи наши Потому что Я понимаю Да Вы неожиданно Оказались в такой ситуации И домой вы не попадаете Все-таки Хотелось бы Чтобы окружающим Было с вами приятно И чтобы вы создавали Такое вот Приятное впечатление Полностью Ко всему Готового человека Который пришел Легко Открыл дверь Сел И дает интервью Своей жизни Просто знаете Так Только зайдя В зал И я думаю У меня есть Потрясающий Парфюм новый Как раз Поможет вам Почувствовать себя Более уверенной Я его сама Не так давно Купила Я вот сейчас Разнашиваю Но мне кажется Это как раз Тот случай Когда можно Воспользоваться Вот этим вот Парфюмом Он называется Good Girl От Каролины Реры Мне кажется Просто очень Очень он Подойдет Смотрите Такая туфелька Мне кажется Он придаст Уверенности В себе Да В любой Ситуации Когда ты возьмешь Перед каким-то Ответственным Мероприятием Или просто Перед каким-то Вечером Такую пару Пшиков на себя Нанесешь И прямо Помчишься Помчишься Я вот сейчас Смотрю Как он красиво В зеркале Отражается Посмотрите Правда Я думаю Вам тоже Должно Очень понравится Да Вы тоже Думаете Что Да Это Наверное Запах Ну Понюхайте Да Чувствуете Такой Вот Он Сначала Казался Мне слишком Таким Горьким Потом Горечь Это Уходит Остается Он Очень Меняется Да Он Сначала Горький Потом Цветочный Потом Остается Такой Цветочно Деревянный И Мне нравится Очень Что От него Остается Вот Я иногда Даже Жалею Что Парфюмы Сразу Не Раскрываются Вот Таким Образом Надо Его Как бы Нанес Одно Потом Он Трансформировался Трансформировался И остается Реально Такой Деревянный Цветочный И Как раз Я думаю С того Что у вас Мероприятие Вечернее Вам Подойдет Да Давайте Сейчас Я вам Нанесу Его Так Вот Здесь Подойду Вот так Вам Прямо Вам За ушки Да Готово Вот так Вот И с другой Стороны Так Давайте Еще Сверху Такой Сделаем Итальянский Душ Немножечко Ах Как Все Хорошо Сразу Запахло Поставим Его Сюда Вот Назад Ну Вот И Все Вы Просто Красавица Еще Пахнете Превосходно Помадку Я вам Дала Да Давайте Пойдемте Чего-нибудь Выпьем Потому что Я вижу Вы смотрите Вот как Я здесь Чай пью Пойдемте Я вам Налью Сделаю Как и Обещала Холодного Чая Зеленого Попьете И Пойдете Я буду За вас Держать Пальчики Чтобы у вас Все прошло Хорошо Потом будете Мне помадку Отдавать Обязательно Расскажите Как у вас Прошло Это мероприятие Потому что Мне правда Очень интересно Узнать Как вас Люди Восприняли С макияжем Все ли было Нормально Все ли Всем понравилось Как вы себя В общем Чувствовали И очень интересно Как у вас Все сложится В конце Так что Когда мы Пересечемся Чтобы вы мне Вернули помадку Не забудьте Мне рассказать Мы с вами Сейчас контактами Конечно Обменяемся И Я желаю вам Удачи Идемте 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 Идемте